всем привет всем привет сегодня у нас экскурсия по городу по старой части города да мы решили посмотреть местные достопримечательности это как-то в основном получается что гуляем по паркам парки в основном осваивали парк ребята новые мы приехали на религиозный комплекс ой солнце не видно слушай нужно на сегодня очень тепло очень хорошо мы сегодня разделись как можно да вот здесь есть такая парковочка мы сюда доехали на такси вот на этот паркинг как раз и сейчас пойдем здесь очень много таких вот религиозных достопримечательностей вы видите музей вот написано на карте мы посмотрели что здесь всего очень много и решили съездить сюда это одна из главных здесь в ташкенте достопримечательностей так по крайней мере говорит интернет и вот пойдем посмотрим пойдем на солнце сегодня конечно вообще засвечивает всю камеру но здесь музей музей мы к сожалению не пойдем потому что у нас вот такой маленький человечек и с ними достаточно проблематично куда-то ходить он просто может дать а может и не дать погулять и вот мы будем изучать архитектуру местную очень красивую конечно и плюс погода сегодня птички поют но вообще просто класс просто красота вот там идет дальше постройка застройка я вот не знаю это новый строят судя потому что башен экран или как будто бы реставрация идет не знаю непонятно мы не знаем будем смотреть потом подписывать наверно видео посмотрите какая здесь шикарная красивая площадь ну вот здесь мне все напоминает я вот они уже сказал самарканд вот как постройки старин а здесь пуск есть сейчас мы ближе подойдем дело в том что очень сильно солнце светит и тень создается и не видно всю красоту который вот сейчас мы видим это ансамбль хазрати имам религиозный комплекс ташкенте ансамбль был возведен около могилы имаму города ташкента ученого знатока корана и одного из первых проповедников ислама в ташкенте поэта и ремесленника хазрати имама комплекс входит две мечети и две медресе в одном из медресе находится волос пророка мухаммеда а также в библиотеке фонде хранится коран усмана который датируется шестьсот сорок четвертом шестьсот сорок восьмым годами а также около двадцати тысяч книг и рукописей переводы корана на более чем тридцати языках в комплекс также входит мавзолей хазрати имам находим во внутрь здесь такие деревянные двери прикольная картина продают ой сколько всяких сувенирчиков здесь продают сувениры внутри картины посуду магниты ну да ну интересно иногда посмотреть и и сувениры посуда красивая тоже есть такой тенёчек а в тенёчке прохладно здесь просто ветерочек поддувает и поэтому кажется что прохладно на самом деле вообще здесь очень интересное такое место и что не проедет задом есть только здесь брусчатка он экскурсионный автобус стоит сюда приезжает экскурсия вообще как бы да такое вот прям варвар и город черте старого города до чувствуется такая атмосфера прям вот страны да потому что но город и город как бы новые постройки они такое все равно ну да есть архитектура но все равно они не передают вот того ощущения которые вот и здесь ощущаешь и реально здесь какое-то место такое энергетически положительное здесь провод какой-то энергетический чувствуешь подъем и очень правда интересно очень красиво здесь все сделано еще погода классно сегодня просто располагающая к каким-то экскурсиям января я не знаю наверно жарище просто мы сейчас посчитали здесь целый комплекс получается здесь есть да вот усыпальня есть немножко там были можно было киркот отсканировать и почитать об но вообще каждая вот это вот здание вот она не подписана мы вычитаем что на карте да там что именно это каждый раз смотрим да было бы здорово если бы были какие-то таблички и здесь либо экскурсию с гидом я видела там все было компания которая с гидом ходила экскурсию заказывала чтобы порассказывали нет я не видела ни одной таблички конечно это печально можно прикольно почитать чтобы потом чтобы потом посмотреть в интернете что такое почитать можно вот с какой стороны подход интересно вот здесь нужно давайте там паркинг а это вот как раз мы с той стороны пиши здесь еще есть такие улочки я бы туда сходила старого города но посмотрим если коляска будет проезжать мы может быть туда дойдем и посмотрим а вот как-то вход есть а как бы и к нему не подойдешь до близко с такой стороны столько наверно ну может быть не маленький комплекс нет территории большая и территория до парка вот этого большая большая территория есть чтобы смотреть очень интересно очень интересно конечно здесь здесь книги религиозная да наверно очень похожа красиво тоже вот мы с другой стороны там вот это похоже на гостиницу на какую-то я сейчас на вот это здание красиво как красиво и видно что вот этому всему очень-очень много люди вообще прикасаемся к старине ну да заходит разувается туда заходят ребят мы пришли еще в один парк хотели здесь погулять но вот что-то здесь закрыто памятник стоит вот вроде до ворота такие такой главный вход опять солнце нужно в тенечек зайти это не видно вот смотрите какие ворота все закрыты я не знаю может быть с другой стороны но видите здесь замок висит и там никого нет хотя там так прикольненько но листики не убраны этом площадка есть какая-то закрыта не знаю почему закрыта мы вчера вчера были еще хотели попасть как парк японский сад он закрыт тоже но рядом парк ташкент лэнд я знала что он закрывается на лето но нас на зиму летом только работает но думала японский сад почему-то работает на не все закрыто было вчера мы тоже там не прогулялись только сходили на телебашню и там рядом тоже был какой-то парк да и там были памятники жертвам репрессии музеи памятник очень тоже красивая мы не пожалели там был канал мостик красивый погулять там тоже с удовольствием несмотря на то что запланированный японский сад мы так и не купали ну здесь вот как центр до считается здесь и нет чуть-чуть стороне немножечко от самого-самого центра здесь очень много до музеев очень много очень красивых зданий соборов там строят такой восхитительный собор ребят мы увидели там охрана открыла ворота кто-то там заходил и там он такой просто огромный такой красивичный его построит он просто будет вот не знаю как как вот чудо свет не реально и такого никогда не видел такой масштаб да и так вот торсе вот его купол видно вот здесь вот и экран строят и я еще много видел тоже строят в городе рядом с данькиным садиком тоже строили тоже красивый очень красивый там уже по моему даже завершали строительство уже ограду сняли же не было ограды вокруг идем куда глаза глядят может что-то еще такое увидим здесь очень много всего было рядышком посмотрим что-то что-то похоже как гостиница да это отель и тоже очень в таком стиле построенный восточном до стиле выглядит конечно тоже очень классно жалко что парк закрыт конечно мы хотели по парку немножко погулять зарядки для электрокарда зарядки для электрокарда не знаю что видно не видно простите солнце очень сильно светит жарко нам очень и половину мы сами не видим потому что шуримся очень сильно из-за солнышка мы идем в сторону ташкент-сити идем по большому какому-то проспекту здесь машины едут и видим купол цирка сейчас зайдем перекусим у нас будет такой перекус обед зайдем наверно в ташкент-сити уже в ташкент-сити там посмотрим что нибудь вот как вот такое можно сочетать когда солнце жара хочется все снять и вот там висят гирлянды новогодние вот такие здесь эти растения прикольные как живо изгород сделано тварям класс зелененькое все такое дима в шоке говорит на датчике не резонанс какой-то в голове плюс 15 мне кажется это в тени но мы не привыкли 15 было в 10 утра когда мы выходили из дома в тени на нашем градусники я думаю сейчас градусов 17 в тени в той же самой а на солнце наверно все 20 до 20 наверно он у нас и так шпарит на здесь что-то сгорело что ли или что строят непонятно стройка на полно стройка полно жалко что тот парк был закрыт туда попасть там и планетарий был на карте отмечен но не сложилось ладно пойдем тогда ближайший такой рядом есть вот цирк да и здесь народом солите дети идут толпой и народ там полно здание конечно старый постройка видно большой такой цирка народ полно да данек там данька любимая машина надо проходить мимо он на них не садится он любит их только трогать и смотреть открывать и может это делать минут сорок мы уже проверяли в этом году около цирка здесь карусели всякие качели продают шары но нет я уже наверно по возрасту не подхожу вон да нет он здесь женщина с ребенком с маленьким вот здесь всякие развлечения видите лошадь стоит и вот машинки всякие данек еще маловато конечно он испугается ему нужно чуть-чуть постарше быть когда у нас это все будет просить он даже он едет не смотрит смотрит на кубики асфальта на этот здесь батуты 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 такие вот развлечения мы почти дошли хочу приблизить вам показать огоры заснеженные вот там вдали есть да мы как-то хотели поехать но у нас не срослось потому что во первых большие пробки были мы смотрели во вторых там был снегопад и да мы хотели снимать авто она на летней резине и поэтому с мелким но не рискнули это сделать конечно возможно бы сегодня когда у нас здесь тепло и там тоже тепло но не так конечно тоже снег лежит может быть там было бы замечательно потому что там дорогу обычно очень хорошо говорят чистят да и в общем должно быть все здорово чуть-чуть осталось нам здесь мы уже прям близко-близко близко-близко здесь тоже интересный такой комплекс с интересными новостройки да новостройки все строят и строят много застраивает очень здорово что здесь широкий тротуар широкие улицы это здорово и такой вот как бы классно погулять ну да классно погулять дышится даже как-то ну и дома кстати не очень высокие тоже это очень здорово подземный паркинг там есть охраняемый тоже видишь и парк такой да рядом сразу и парк парк вообще очень крутой там есть детская площадка платная не очень дорогая платишь и там в общем данек у нас в прошлый раз играл неплохо ему там понравилось на горках катался различных но говоря вот мы и пришли в парк ташкент сити здесь да вот как раз сейчас детская вот эта площадка платная вокруг новостройки которые сейчас показывали солнце светит в ту сторону только снимать спортивные площадки ну в общем все то что нужно в парке да единственное что как бы не очень привычное вообще ну как бы мы заметили что здесь написано везде что на газонах ходить нельзя да у нас не то что непривычно просто в Европе и везде в Европе и у нас тоже в России уже стараются наоборот отдыхать там расположить пикник да без костра без всего просто разложил там бутербродики с соком попил поел дальше пошел посидел с детишками вспомню тоже в Новороссийске там под окнами у нас тоже такая зона была где все сидели на газонах и как то а здесь во всех парках нельзя ходить это все равно немного непривычно я говорю немного непривычно для нас плохо хорошо не знаю но не привык а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Данёчек ДимаTorzok 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 Ну, многие тоже взяли выходные эти пару дней. Бродвейчик. Здесь мороженое. Мы сегодня поели Баскин-Робинс в парке. Пока было жарко. Ну, красивая подсветка. Я говорю, камера жалко не передает. Вот. Так, здесь очень красиво. Видите, тут 4D, 3D, различные. Мне кажется, ему страшно. Я, слава вас. Привык уже. Красиво здесь сделали. Все, мы, наверное, сейчас будем вызывать такси. Поедем к себе домой, потому что прохладнее стало. Мы так подразделись. Ну, с 11, наверное, да? Да. До 6. Да. Данечку я свой свитер на ножки накинула. Было... 7 часов прогулки. Было жарко сначала. А теперь, может, боюсь, что подзамерзнет дружочек. Мы еще. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»!